Устойчивая мобильная связь интернет появится в посёлке Лозо. Соглашение о запуске там базовой станции, которая обеспечивает связь как второго, так и третьего поколения, подписано в краевом правительстве. Сегодня подвижной радиотелефонной связью имеет возможность пользоваться 99% жителей Камчатского края. Но, к сожалению, в 8 отдалённых малонаселённых населённых пунктах Камчатского края такая связь отсутствует. Большинство этих населённых пунктов находится на территории бывшего Калекского округа, но есть некоторые сёла, которые находятся на территории Камчатской области, совсем недалеко от краевого центра. Один из этих населённых пунктов – это посёлок Лозо, в котором проживает 410 человек. И сегодня правительством Камчатского края с компанией МТС подписано соглашение об инвестиционных проектах. По словам представителей оператора, они намерены ликвидировать цифровое неравенство уже до конца года. Сейчас компания начала доставку оборудования в посёлок. Запуск станции в коммерческую эксплуатацию в посёлке Лозо намечен на начало осени. «Мы сейчас уже приступаем к большому циклу работ. Это доставка оборудования, монтаж базовой станции. Вы, наверное, знаете, что это не просто так, как посёлок находится на удалении, туда нет транспортного сообщения. Доставка может быть либо паром, либо ждать зимы. Мы рассчитываем, что в сентябре люди смогут уже начать звонить по телефону. Это будет связь формата 2G. И к концу года люди смогут смело пользоваться мобильным интернетом в формате 3G. То есть все смартфоны, планшеты и ноутбуки посредством мобильной связи могут работать». Представители сотовой компании пообещали расширение покрытия сетями третьего и четвёртого поколения в Петропавловске, Елизово и Вилючинске. Правительстве добавили, что ранее краевой филиал оператора уже увеличил ёмкость зоновых спутниковых каналов в восьми отдалённых населённых пунктах.